Всем привет! Вы попали на чайный подкаст. У микрофона я Никита Онегин. И сегодня у нас с вами будет исторический подкаст про одну легендарную футбольную личность в современном и не только в футболе. Ринус Михелс. Как вы поняли по названию, по обложке, по, конечно же, возможно, описанию этого подкаста, сегодняшняя наша дискуссия, некий монолог пройдет вокруг этой легендарной личности, в простонародье отца тотального футбола, человека, который тренировал не одну команду и сделал чемпионом тоже не одну команду. Человек, который после своей футбольной карьеры, после своей футбольной деятельности, тренерской даже, занимался писанием книг, и одну из его книг, которая называется «Путь к успеху. Командный тимбилдинг» Ринуса Михелса, я как автор этого подкаста, конечно же, тоже прочитал и вам советую. Поэтому присаживайтесь поудобнее, не забывайте брать с собой чаек. Сегодня у нас с вами будет очень интересный подкаст. Поехали! Ринус Михелс. Вообще, я могу прочитать длинное имя, полное. Это Маринюс Якобиус Хендрикюс Михелс. Но проще сокращенно Ринус Михелс. Родился 9 февраля 1928 года в Амстердаме. Умер 3 марта 2005 года в городе Бельгии Алст. Нидерландский футболист и футбольный тренер. Известен по тренерской работе с клубами Аякс, Барселона и сборная Голландии. Изобретатель, в простонародье отец тотального футбола. Да, сразу скажу, что в этом подкасте я практически не буду использовать монтаж. То есть какие-то нарезки, склейки, их тоже практически не будет. Поэтому какие-то, если у меня будут ошибки, осечки, то они так вот и будут. Потому что я считаю нужным это сделать для того, чтобы сохранить, знаете, душевность, искренность этого выпуска. Я думаю, что вы поняли. У него было также прозвище. Его звали Генерал. И не секрет, почему Генерал, могу рассказать. Все очень просто. Ринус Михелс родился в 28-м году 20-го века. Он воевал, то есть он прошел Вторую мировую войну, выжил, победил, возможно, в какой-то степени за это. И плюс то, что он постоянно сравнивал футбол с войной. И говорил, что его цитата. Кто больше всего старается, тот больше всех проигрывает. Это цитата Ринуса Михелса касательно футбола и войны. Именно поэтому ему дали прозвище Генералу, потому что он даже внешне чем-то схож с человеком, который ранее работал в какой-то военной спецслужбе. Понимаете, да? При этом при всем он имел, кстати, довольно-таки длинный рост. То есть по тем временам, а вы сами знаете, что в то время, как правило, люди не были высокие, У него был рост 1,86 см, позиция на поле нападающий. Ринус Михелс был изначально, да, обычным футболистом, который впоследствии перерос в величайшего футбольного тренера. Начинал свою карьеру в молодежном футбольном клубе Аякс. Шесть лет провел в Академии Аякса и потом перебрался уже в основную команду, в которой провел 254 матча и забил 119 мячей. В среднем по 2 мяча, точнее, в среднем по 1 мячу за 2 игры он забивал. Это очень хороший показатель. Также Ринус Михелс успел провести целых 5 матчей за национальную сборную. В период с 50-го по 54-й год он умудрился сыграть целых 5 матчей. Ну, в среднем по 1 матчу за год. Считается одним из величайших тренеров в истории футбола. Лучший тренер послевоенного периода по версии The Times. Также был признан лучшим тренером 20-го века по версии FIFA. Занял вторую строчку в списке лучших тренеров в истории футбола по версии журнала World Soccer. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания UEFA в 1954 году. Я думаю, что здесь стоит подметить, что не только европейского, но и мирового футбола. Потому что по его модели до сих пор играют некоторые, повторюсь, а может быть даже не некоторые футбольные команды. Ну, опять же, если мы рассматриваем модель тотального футбола как некую систему. Потому что тотальный футбол по факту это доминация, это замещение пространств других футболистов в простонародье. То есть, если собрать вот именно этот принцип, то практически все команды в мировом футболе играют по системе Ринуса Михелса. Но все-таки его команды играли в некий немножко другой футбол. Чуть-чуть. Теперь давайте перейдем в биографию и почитаем биографию Ринуса Михелса. Непосредственно это тоже все очень важно для этого подкаста, чтобы, опять же, чуть-чуть погрузить. То есть, некий культ личности, так сказать, сделать. Ринус родился 9 февраля 1928 года в Амстердаме в семье Петруса Вильхелмуса Михелса и его жены Вильхельмины Гертейды Ван Бретор Роде. Его детство прошло на улице Олимпиавиак, которая находится рядом с Олимпийским стадионом. Благодаря другу семьи Йопу Кехлеру, который работал в Аяксе комиссаром, Михелс попал в юношескую команду Аякса в 1940 году. Когда началась Вторая мировая война, и особенно во время голландского голода 1944 года, карьера Михелса находилась на подъеме. Французский клуб Лиль пытался заполучить молодого игрока, но Михелс не мог перейти в стан клуба из другой страны, так как нидерландская армия не позволила ему это сделать, ссылаясь на то, что он должен был сначала пройти военную службу. Круто получается, что в такой демократичной, казалось бы, стране, как Голландия, человека не отпустили за границу, причем не просто прошел прохлаждаться, а показывать свои, так сказать, профессиональные футбольные качества, то есть как игрок, то есть как профессионал в первую очередь, да, как спортсмен, по тому, что он просто не прошел срочную службу в армии. Вот так вот все поменялось за столь долгое время. Игровая карьера. 9 июня 1946 года Михелс попал в основную команду Аякса. В своем дебютном матче против Адоденхак, в котором Аякс разгромил соперника 8-3, Михелс забил, внимание, 5 мячей. Он оформил пентатрик в своем первом матче за Аякс. В дебютном матче пентатрик. Как вам такая информация? То есть сейчас даже любому другому футболисту это скажи, да его сразу будут везде, просто на каждом сайте писать, его везде будут упоминать. А тогда это считалось абсолютно нормальным, тем более для самого Ринуса Михелса. В период с 46 по 58 год 20 века Ринус Михелс являлся игроком основы, но завершить карьеру ему пришлось в 58 году из-за травмы спины. В составе Аякса Михелс сыграл, как я уже и сказал ранее, 264 матча и забил 122 мяча. За это время клуб сумел дважды выиграть чемпионат страны. То есть Михелс успел выиграть трофеи с Аяксом как игрок и, конечно же, впоследствии как тренер. Но как тренер у него все-таки получилось это сделать чуть-чуть ярче, лучше, больше, быстрее, возможно. За сборную Нидерландов Михелс дебютировал 8 июня 1950 года против сборной Швеции. Матч завершился поражением Нидерландов с отсчетом 1-4. Ринус сыграл всего 5 матчей за сборную, в которых его сборная проиграла 1-4 Финляндии, 0-4 Бельгии, 1-6 Швеции и 1-3 Швейцарии. Да, не очень яркий дебют за сборную. 5 матчей, 5 поражений, причем даже тут почти все разгромные поражения. Но знаете, без неудачи не может быть удачи. И, наверное, именно это и повлияло на дальнейшую психологию Ринуса Михелса как главный тренер. Мы переходим к самому сладенькому пункту, и это, конечно же, тренерская карьера, которая у Ринуса Михелса, как я уже и сказал ранее, была ярче. Потому что с ней, то есть с Аяксом, как тренером с Барселоной, Михелс повыиграл очень много всего. И даже впоследствии уже как главный тренер Кёльна. Ведь не секрет, Ринус Михелс помимо Барселоны, Аякса и сборной Голландии тренировал другие клубы. Может быть, кто не знал, а может быть, это для кого-то и секрет. И вот как раз-таки в Кёльне Ринус Михелс тоже выиграл трофей. То есть, получается, в Германии он даже еще успел потренировать. И с Кёльном он выиграл кое-что. И сейчас мы, кстати, тоже к этому всему непосредственно перейдем. Так, давайте я чайку выпью и начнем. Мы продолжим. Вот так вот. Представляете, как может быть. После окончания игровой карьеры Михелс на протяжении нескольких лет преподавал гимнастику в школе для детей с расстройством слуха. А также на общественных началах тренировал различные любительские команды Амстердама. Кстати говоря, тоже очень интересно. Человек с самых низов пробивался. То есть, не как сейчас там. Прошу, пошел в школу, отучился, получил лицензию и сразу пошел тренировать. Ну, практически, да? Нет. Раньше ты проходил вот этот вот тернистый путь с самых низов. В случае с Ринусом Михелсом он тренировал детей, инвалидов. И он даже сам этого не скрывал. И даже в своей книге «Путь к успеху» «Тимбилдинг», советую, кстати, вам почитать, он даже это и писал, что это повлияло на него. Потому что закалка была некая. То есть, было понимание, с кем ты работаешь и с кем ты можешь потом работать. То есть, если ты работаешь с инвалидами и у тебя получается, то что же будет, когда ты будешь тренировать вполне здоровых людей, полноценных, да? И, ну, будет полный бред, если у тебя с ними не будет получаться. Ну, вот примерно понимайся, да, вот психологию. Именно в этот период он начал формировать свои тренерские идеи, которые сумел реализовать в будущем. Да, как я уже сказал ранее, то есть, он был очень умный человек, новатор, мастер в своем деле. И, конечно же, вот это все никак не могло не сказаться в дальнейшем его каком-то, знаете, резюме, что ли. В 1964 году президентом родного для Михелса Аякса стал Яп Ван Праг, который намеревался превратить команду в лидера не только голландского, но и мирового футбола. Именно он предложил начинающему тренеру возглавить амстердамцев в 1965 году. С первых же дней на посту... Оп, неправильно поставил интонацию. Это, кстати, тоже очень важно. С первых же дней на посту Михелс начал полную перестройку тренировочного процесса. Первым делом он вел ежедневные двухразовые тренировки. До этого они проводились лишь несколько раз в неделю. Вы представляете, насколько поменял просто полностью физическое, моральное, духовное развитие футбола в Аяксе Михелса. То есть, вот он пришел в команду, для которой тренироваться, это было, знаете, как, ну... Ну, как сходить к парикмахеру. Вроде редко, а вроде надо. Вот примерно. При этом, при всем, он это все перевел в не сходить к парикмахеру, да, хотя к парикмахеру и то реже ходит, а к процессу чистения зубов. Два раза в день. Хотя, по сути, три раза. Ну, ладно, вы поняли, да, логику. И то есть, Ринус Михелс в этом плане даже уже поменялся. То есть, можно было даже вот по таким, казалось бы, мелочам понимать прекрасно, что он хочет сделать. То есть, он вел интенсивные тренировки. Кстати говоря, впоследствии Йохан Кроев, один из главных и ярких и самых успешных учеников Ринуса Михелса, это все тоже потом в своих идеях начал дорабатывать. То есть, он тоже вел обязательные двухразовые тренировки в день, только уже в Барселоне. И это важно. Началось становление принципиально новой футбольной тактики, получившей со временем название «Тотальный футбол». Главным принципом в новой системе игры было то, что каждый футболист в течение одного матча мог быстро перемещаться по полю и играть на разных позициях. Такой стиль игры требовал наличия универсальных футболистов, способных действовать на любом отрезке поля, а потому Михелс придавал особое внимание развитию школы Аякса, многие воспитанники, которые в дальнейшем стали звездами мирового футбола. Кстати говоря, это реально тоже интересный факт, ведь именно тоже здесь Йохан Кроев также перенимал это все у Ринуса Михелса. Опять же, про учеников, про влияние, про вклад в футбол. То есть сейчас многие хвалят Манчестера и Натальд Фергюсона, Реал Мадрид Анчелоти, Гвардиоловскую Барселону или Манчестер Сити. Но при этом многие забывают про то, что был Ринус Михелс, которого даже многие сейчас фанаты Барселоны не вспомнят, Аякса, который в свое время это все уже сделал. Просто сейчас многие и просто по его модели работают. Вот это важно. И, кстати, большое уделение внимания развитию школы Аякса, то есть молодежного, то есть центра, это тоже очень важно, потому что детям маленьким ты задаешь некую программу, то есть такой плацдарм для стратегических решений, то есть некий фундамент выстраивался у них в голове. И потом, когда уже человек начинает расти, становиться личностью, то есть пытается там обретать себя какой-то в жизни, а мы берем как футболист, у него это уже в голове есть. То есть он приходит уже в основную команду не как там новичок какой-то, который там не знает, что будет делать, трястись весь, что-то надо ему еще адаптироваться к этой команде, вот как у нас сейчас в российском футболе. Нет. Он приходил в основную команду уже в статусе человека, который прошел академию. Академию, в которой делают акцент на тактике и по этой же тактике играет футбольная команда основная, Аякс. Я, кстати говоря, вот это еще предлагал ввести в Спартаке еще очень давно, может быть, года 4-5 назад, лет, может быть, даже 5 назад. Я предлагал в Спартаке еще такое ввести. Сейчас немножко отойду от темы. Я являюсь болельщиком Спартака, и я как бы предлагал в Спартаке вот это все тоже сделать, чтобы Спартак сам играл стеночками с беганиями, динамичным, быстрым футболом, физически хорошо развитым. И чтобы в Академии Спартака имени Федоровича Черенкова тоже так же учили. И когда человек проходил бы, например, Академию и должен уже был вызываться в основную команду, чтобы у него не было проблем с адаптацией, и чтобы он сразу, тут же интегрировался в стартовый состав и даже где-то, возможно, замещал уже старичков клуба. Кстати говоря, яркий этому пример есть Барселона, которая уже на протяжении последних, может быть, 20-30 лет играет по одной модели, пытается играть, да, и Академия также по одной модели. И вот возьмите в пример Барселону, и сколько у нее воспитанников, которые приходят и сразу же, сходу же, тут же начинают показывать результат. Ламин Ямал, Курбаси, этот, как его забыл, тоже сейчас новичок, Фермин, Фермин, это вот только этот сезон, это только вот этот, вот эти вот воспитанники Барселоны, только этот сезон, как вот они показывают, да. А вспомним предыдущие сезоны. Фати, Месси, таких было много, масса просто, да. И я думаю, что как раз таки вот в этом всем и есть важный аспект. И Михелс на это обращал внимание, он знал просто, куда надо добить, то есть на какие точки надо добить, куда надо бить. То есть он точечно пытался выстраивать систему в клубе, и у него это получилось. Главным звеном футбольной модели Михелса стал Йохан Кройф. Другим важным нововведением Михелса стало регулярное использование так называемого искусственного офсайда. Ранее подобную ловушку нередко использовали английские команды, однако именно в Аяксе это стало постоянной практикой. Опять же, про тактику, про тотальный футбол, про систему. И как раз таки входила в систему Михелса искусственная офсайда. То есть они заманивали соперника. Даже в простонародье прозвали команду Михелса, сборную Голландии, точнее, одну из команд Михелса, ее прозвали Рыжий Муравейник. Почему Рыжий Муравейник? Потому что футболисты просто скапливались в одном месте, где находился мяч. Тем самым даже игрок линии обороны поднимался, например, в нападение, чтобы забрать мяч. Они все на одного вот так нападали. И тем самым, даже если, например, у них не получалось, и мяч все-таки летел в линию обороны там, словно, сборной Голландии, там никого уже не было. И, соответственно, тем самым получался офсайд. Потому что, там никого нет. Получается, там только одни игроки противоположной команды. И как ты забьешь, если надо держать линию с защитником, чтобы не попасть вовне игры. При этом, вот поэтому, так вот оно и получалось. Вот это некий искусственный офсайд. Результат работы не заставил себя долго ждать. Уже в первые три года работы Михелса в Аяксе команда трижды становилась чемпионом Нидерландов, а также обладателем Кубка Нидерландов. То есть, три сезона, первые три года и сразу же трофеи. Первые три. Это круто. То есть, подряд. В 1969 году амстердамцы остались без трофеев. Однако, впервые в истории дошли до финала Кубка Европейских Чемпионов. Но, что сейчас называется Лигой Чемпионов. Потому что, многие идиоты до сих пор считают Кубок Европейских Чемпионов не Лигой Чемпионов. Кубок UEFA не Лигой Европы. То есть, они эти турниры пытаются отделять. То есть, например, там Леонид Сулузский, яркий этому пример, который говорит, что я первый тренер в истории российского футбола, который вывел ЦСКА в четвертьфинал Лиги Чемпионов. И я ему говорю, Вась, до тебя это делал Олег Иванович Романцев в Спартаке в 1992 году. Он выводил команду в полуфинал Лиги Чемпионов. Да, не Лиги Чемпионов. Кубки Европейских Чемпионов. Но это тоже Лига Чемпионов. Просто, впоследствии, она поменял свое название. Упразднена. То есть, сейчас смени Лигу Чемпионов, например, на Лигу Лучших Чемпионов, например. И что получается? Реал Мадрид не выиграл 14 кубков ЛЧ. Это что за бред вообще такой? Просто поменяли название. Опять же, вдруг кто-то не знает, я буду делать иногда некие такие, знаете, как их называют? Ремарки. То есть, вдруг у кого-то с этим проблема, с восприятием. Поэтому я говорю, что Кубок Европейских Чемпионов это Лига Чемпионов УЕФА, нынешняя. Раньше она называлась именно Кубок Европейских Чемпионов, потому что там участвовали только чемпионы своих стран. То есть, не было такого там Арсенала, который занял второе место, может играть в групповом этапе Лиги Чемпионов. Нет. Раньше играли только чемпионы. Команд было куда меньше, но при этом интерес был куда больше, потому что играли реально только чемпионы. Ладно, в общем-то. Как я уже и сказал ранее, в 1969 году Аякс остался без трофеев, но при этом дошел до финала Лиги Чемпионов УЕФА, где, к сожалению, потерпел поражение от более опытной команды по тем временам Милан. И проиграл он тогда со счетом 1-4. Это был тоже очень сильный Милан, это была тоже очень сильная команда тех времен. Милан, по-моему, тогда, если не ошибаюсь, под руководством Оригасаки, хотя могу ошибаться, которая играла немножко в другой футбол. Там все-таки у них была Катаначо, по-моему, Либера, то есть, тоже своя какая-то выстраивалась модель футбольная. То есть, ты играешь тотальным футболом против оборонительной команды, которая готова к нападению, то есть, она уже готова к тому, что ты будешь на нее нападать. Поэтому, как ты здесь будешь в априори выстраивать атакующий футбол? Очень сложно играть против оборонительных команд. А команда Милан, причем разных ее периодов, Анчелоти, Оригасаки, она всегда играла в очень хороший оборонительный футбол, что свидетельствуют яркие защитники Милан. Борези, Мальдини, Неста, но я думаю, вы поняли. Михелс сделал определенные выводы после неудач и уже в следующем году Аякс сделал золотой дубль, выиграв оба национальных турнира. Венцом успехов тотального футбола стала победа Аякса в Кубке Чемпионов 71-го года. Что такое Кубок Чемпионов 71-го года? Это что-то типа финального розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов. Окей? Окей. Кстати говоря, интересно, в 71-м году Аякс выиграл. Аякс выиграл в 71-м году. Интересный факт. И, блин, очень интересно, очень интересно. Кстати говоря, вот Ринус Михелс все-таки выиграл Еврокубок в составе Аякса. Потому что почему-то, к сожалению, про него не очень упоминают. Но, в общем-то, вот. Поэтому Ринус Михелс выиграл Еврокубок даже с Аяксом. Он выиграл все. Все просто выиграл с Аяксом. И этому тоже очень много всего интересного есть. После этого Михелс посчитал, что сделал для команды все, что мог И принял предложение возглавить Испанскую Барселону На самом деле он сделал абсолютно все правильно И на его бы месте я бы сделал точно так же Ты сделал все в своей команде А сидеть, опять же просиживать штаны Просто продырявливать штаны Это идиотизм То есть если ты человек, который считает себя крутым тренером Если ты веришь себя как в профессионала То есть если ты на полном серьезе готов кинуть вызов самому себе То есть ты не просто как там, вот яркий пример Сергей Богданович Симак в Зените Там пять подряд чемпионатов России Там параллельно он выиграл еще суперкубки, кубки России Но при этом при всем человек сидит просто на одном месте Он никуда не сходит То есть он просто постоянно выигрывает чемпионат России Нет никакого интереса постоянно что-то одно выигрывать Я говорю, я бы на месте Симака попробовал себя уже в европейском чемпионате А ему кстати предложения были Он сам их отказывал Вывод какой Аринус Митилс, он просто знал, что он уже перерос уровень голландского футбола Он перерос уровень Аякса Он просто понимал, что он если дальше будет тренировать Аякс Ну да, они выиграют еще там пять чемпионатов Голландии Три кубка Голландии, четыре суперкубка Голландии Ну а смысл от этого есть? Нету А он хотел, у него, понимаете, у него был другой смысл У него была другая идея У него была идея донести идею Как бы это сейчас не звучало двухсмысленно Он хотел донести всему миру Свою тактику, свою систему Которую он придумал Ради которой он, возможно, ночами не спал Выписывал А не чтобы там, знаете, сидеть и потом в старости говорить О, я выиграл 10 чемпионатов Голландии как тренер Тебе скажут, ты чё? А так он увековечил себя и свое имя И стал тем самым отцом тотального футбола Возможно, если бы он так и остался в Аяксе То про него бы даже особо никто и бы не знал Ну кроме Аяксов, Аяксидов и Голландцев В принципе Поэтому здесь он сделал абсолютно все правильно Тем более он принял предложение Не какой-нибудь там Герты Хотя при всем уважении Герти Или там Риал Соскедат Он принял приглашение Барселоны Уже сильнейшей команды по тем временам До Михелса еще Пользуясь наработками своего выдающегося наставника Амстердамцы смогли на протяжении двух следующих лет Выиграть еще два Кубка Чемпионов Что такое Кубок Чемпионов? Вы, я думаю, вы уже все поняли Лига Чемпионов Типа что-то Лиги Чемпионов То есть, понимаете, да? То есть Михелс даже когда уже ушел По его системе По его модели Играли И выигрывали Это и называется Влияние Вклад Наследие Величие Это и есть Все в Ринусе Михелсе В 1975 году Михелс вернулся в Аякс Однако проработал всего сезон И новых успехов добиться не сумел Это если брать Аякс Теперь переходим к следующему И это как раз таки Барселона Тоже один из самых главных его периодов В футбольном клубе Ну, я думаю, вы поняли Барселона Ринус Михелс возглавил Барселону В непростой для клуба период Несмотря на большие финансовые возможности Команда с 1960 года Не могла выиграть чемпионат Испании В Каталонии Михелс вначале попытался Также построить игру Наподобие Аякса Прививая тотальный футбол Однако 11 универсальных футболистов В команде не подбиралось Это заставило Михелса Настоять над покупкой Клубом Йохана Кройфа Который стал легендой Барселоны Как игрок А впоследствии как тренер Этот трансфер помог каталонцам В 1974 году Впервые после 14-летнего перерыва Выиграть чемпионский титул Прервав многолетнюю гегемонию Мадридских команд Однако по окончании следующего сезона Михелс покинул клуб После того как Барселона Завершила сезон на третьем месте А в Кубке чемпионов Остановилась на стадии полуфинала Опять же Уволили человека Вернее Покинул Уволили Как хотите называйте После того как команда В принципе-то неплохо выступила То есть Ну опять же Через год голландский специалист Вновь возглавил Барселону Тренируя ее На протяжении двух сезонов В 1978 году Он привел каталонцев К победе в Кубке Испании Победив в финале Со счетом 3-1 Футбольный клуб Лас Пальмас В чемпионате Испании Синегранатовый Дважды становились вторыми Ну то есть В Барселоне Конечно не было бы Не было так ярко Как в Ваяксе Все-таки в Ваяксе Он выиграл вообще все И Лигу чемпионов И внутренние первенства Все он выиграл Там начиная с чемпионата Заканчивая суперкубком Там кубками и так далее В Барселоне Он выиграл практически все Кроме Еврокубка Но он выиграл И он прервал Гегемонию Реала Там Атлетика Он Интегрировал Голландский футбол В Барсе То есть Вот эти вот Футболисты голландские То есть Аексиды Вот эти да То есть Очень много голландцев В истории в принципе В свое время Было приглашено в Барселону Кстати говоря Опять же Впоследствии Этой же системой Расходовался Йохан Гройф То есть Он также Делал вектор На голландский То есть Он также Делал развитие На голландский вектор И у него это тоже Получалось Через год Голландский специалист Вновь возглавил Барселону Это уже его был Третий заход в Барселону Тренирую ее На протяжении двух сезонов В 78 году Он привел каталонцев В победе Кубки Испании Победив в финале Подождите Я это читал уже Да Я это уже читал Сорян Значит это был второй заход Ну видите Опять же Про Факт одного дубля То есть я все это Одним дублем Снимаю Делаю Записываю Поэтому извиняйте Если что Кто-то может быть Ожидал здесь увидеть Исключительные факты Нарезки Какие-то там это Извиняйте Сразу говорю Вот Но как бы Я думаю Что мне простительно Я все-таки 25 минут Уже На протяжении 25 минут Записываю этот подкаст И практически безошибочно Тем более ночью Кстати Ну ладно Переходим к следующему Пункту И это сборная Голландии Сборная Нидерландов С которой у Ирину Сметился Тоже были трофеи Вернее один Но очень значимый трофей Сейчас я по пищику И мы с вами Приступим вновь В 73-м году Сборная Нидерландов Впервые с 38-го года 20-го века Завоевала право Участвовать в финальной части Чемпионата мира Для подготовки Команду к турниру КНВБ Пригласила на пост Главного тренера Михелса Который одновременно Продолжал тренировать Барселону Основу сборной В тот период Составляли хорошо знакомые Ринусу Футболисты Аякса А также игроки Фейнорда Свою задачу Михелс видел в том Чтобы влить последних В систему Тотального футбола Что ему удалось В полной мере Именно на чемпионате Мира 1974-го года Проходившем в ФРГ Весь мир Увидел тот самый Футбол Ринуса Михелса Изобретателем которого Был тот самый Ринус Михелс Голландцы Без особо крупных проблем Преодолели Первый групповой раунд Попутно Одержав уверенные победы Над сборными Уругвая И Болгарии И сыграв в нулевую ничью Со шведами Но особенно ярким Для команды Получился второй Групповой этап Где голландцы Разгромили сборную Аргентины Со счетом 4-0 И уверенно Переиграли сборную ГДР В котором и проводился Чемпионат мира Ну то есть Понятное дело ФРГ и ГДР Разделено Но имеется ввиду В Германии В третьем матче Подопечные Михелса Встретились С действующими Чемпионами мира Бразильцами Которые также Одержали две победы А потому А потому Именно в этом матче Разыгрывалась путевка В финал В результате Голландцы Одержали победу Со счетом 2-0 И вышли в финал Представляете Офигеть То есть Попутно они обыграли Аргентинцев Немцев Бразильцев Уругвай Которые Самый титулованный Точнее Одна из самых Титулованных стран По Чемпионату мира По победе Представляете Просто И эта команда С 1974 года Ринуса Михелса Тогда еще Молодого специалиста Это вот просто Вау Это просто Вау Реально При этом Команда пропустила Лишь один гол В то время Как ворота соперников Отправила Целых 14 мячей То есть Шикарная оборона Это опять же Вот тем скептикам Которые любят говорить Что Вообще Неорганизованность И не система И не системная игра Типа Защитник может подняться В нападение И потерять линию Да Но это рабочее Посмотрите на цифры 14 забили Один пропустили всего И то от кого И то попутно Они с кем играли Так что Я думаю Что здесь вообще Все простительно Перед финальным матчем Со сборной ФРГ Хозяйка турнира Мало кто сомневался В победе голландцев Уже на второй минуте Они сумели заработать Пенальти Не позволив Немецким футболистам Даже коснуться мяча 11 метровым ударом Был реализован 11 метровым ударом Был реализован Йоханом Нескансом Тоже Кстати говоря Одна из самых Одна из самых Таких личностей Футбольных Главных Важных В свое время Тоже очень Многое сделал Как бы для голландского Футбола Кстати говоря До сих пор жив До сих пор живет Дай бог ему здоровья Если честно То есть правда То есть я думаю Что Думал что уже все Но нет 72 года человеку Тоже был Неотнемлемой частью Аякс Иринуса Михелса Барселона Иринуса Михелса То есть Это все были Его команды Сборная Голландии Поэтому конечно Как бы это все Тоже было безумно важно И вот как раз таки Йохан Нескинс Реализовал 11 метровый удар В финале Чемпионата мира Против сборной Германии Счет был 1-0 Немцы вообще Ничего не могли сделать Голландцы Просто их давили И казалось бы Вот-вот уже будет Чемпионат мира Да Но Немецкая сборная Сумела проявить характер И уже в первом тайме Забила голландцам Два мяча В результате Матч закончился Их победой Со счетом 2-1 Несмотря на итоговую неудачу По мнению многих специалистов Сборная Нидерландов Была лучшей командой Того чемпионата И одной из самых сильнейших В истории футбола А ее главная звезда Йохан Кроев Был признан лучшим игроком Чемпионата мира После окончания турнира Михелс оставил пост И я думаю Что он сделал Абсолютно тоже Здесь правильно Ты тренировал команду Ты с ней играл в матче Ты пытался сделать ее чемпионом И ты был в шаге от победы Ты даже ввел Все эти в финале Чемпионата мира Что еще нужно К сожалению Команда потеряла игру Хотя мне казалось Что он вообще Все матчи выиграл Со своими командами Ринус Михелс Но к сожалению КБ Лучшие тоже проигрывают И как сказал Один Немалоизвестный человек Что Победить может любой А проиграть только сильнейший И вот Ринус Михелс Проиграл И сделал как сильнейший Он признал поражение Принял это И ушел Зная Что он вернется И он вернулся Второй приход Михелса В национальную команду Состоялся в 1984 году И был неудачным Под его руководством Сборная не смогла преодолеть Отборочность турнира К чемпионату мира 1986 года Уступив в стыковых матчах Сборной Бельгии Гостевой матч Голландцы проиграли С отсчетом 0-1 А в домашнем ввели 2-0 Но пропустили решающий гол На последних минутах В итоге тренер Во второй раз в карьере Покинул сборную Однако уже в 1986 году Михелс возглавил ее снова Это был уже, кстати говоря, третий его заход В сборную Голландии То есть это, кстати, уже точно Третий На этот раз команда Без проблем преодолела Отборочный матч К чемпионату Европы 1988 года Вокруг которого сейчас будет Очень интересная история Именно на этом турнире Голландцы одержали Свою первую и единственную победу На крупном Первом международном турнире Действительно У Линуса Михелса К 1988 году Было все Работа с величайшими футболистами Тех времен Футболистами, которые забирали Золотые мячи Работа в шикарных клубах Тех времен И в истории Аякс, Барселона Сборная Голландии То есть как сборная У него было все У него, возможно, даже были деньги Их было много У него была своя система Что еще нужно? Были все трофеи, которые он только хотел Чемпионат Голландии Чемпионат Испании Кубок Испании Кубок Голландии Суперкубки Даже Лигу Чемпионов Он выиграл Но у него не было одного Это главного Именно после этого Его точно начали считать Величайшим И это Международный турнир В 1974 году Он еще должен был забрать Международный турнир Но это не сделал он Потому что Обстоятельства помешали Но он продолжал бороться Он продолжал Искать варианты Он вновь вернулся В родную сборную Потому что С каждым разом Вероятность победы Уменьшалась К сожалению И он понимал Что он второй раз Приходит в сборную Голландии Шансов меньше И сейчас вот он В третий раз Пришел в сборную Голландии В 1986 году И шансов еще меньше Потому что он понимал Что он сейчас Если уже не выиграет То он уже больше Никогда не выиграет Ему навряд ли Дадут четвертый шанс Ну в общем-то Именно на этом турнире Как я уже сказал Голландцы Не просто показали Шикарный футбол Это тоже интересно Но они выиграли С преимуществом Групповый этап Начался Групповый этап Начался для голландцев С минимального поражения От советской сборной Я думаю Вы помните То есть Это было Однако затем Были одержаны победы Над командами Англии И Ирландии В полуфинале Михелсу удалось Взять реванш Личный У сборной ФРГ Команды Которая вновь Была хозяйкой турнира Одержав Волевую победу За счетом 2-1 Благодаря голу Марко Ван Бастона На последних минутах В финальном матче Подопечный Михелсу Удалось взять реванш Уже у сборной СССР Переиграв ее Со счетом 2-0 И став чемпионами Европы Да Тогда возможно Это не так воспринималось А сейчас Стать чемпионом Европы Воспринимается Практически Как выиграть Чемпионат мира Просто чемпион Европы Тут не участвуют страны Из Латиноамериканских Там да Вот моментов Других каких-то Нет Это только команда Из Европы И вот как раз Ринус Михелс это сделал То есть И пусть даже Это осуждалось бы как-то Смеялись бы над ним Что ну что Это за турнир Евро какой-то Но он на это плевал Он знал Что он лучший Он выиграл Причем он выиграл опять Попутно Кого обыграл Англию Родоначальники футбола Ирландию По тем временам Очень сильную сборную ФРГ Взял реванш За финал И то Какой реванш он взял Там даже реванш Брать не надо было Он тогда был сильнее С той сборной Опять же просто Футбольное обстоятельство Футбольный бог Есть такое понятие Как везение-невезение И я этому верю Просто тогда Сборной Голландии Не повезло В 74 году А в 88 Повезло И конечно же Сборная СССР Про нее Очень много Ходило слухов Про нее очень много Ходило мифов Про нее очень много Ходило Хороших И плохих версий Вкратце Сборная СССР Играла в очень Похожий Футбол Как сборная Голландии Главный тренер Сборной СССР Валерий Васильевич Лобановский. Параллельно тренировал еще Динамо Киев, с которым выиграл два Еврокубка для Динамо Киев. Выиграл все межнациональные внутренние турниры. Динамо Киев до сих пор признается одной из лучших команд в истории футбола 20 века. И вот как раз встретились два гения. Ринус Михелс, отец изобретателя тотального футбола, пропагандист, и Валерий Васильевич Лобановский. Не ученик, но один из тех, кто перенял этот стиль и очень грамотно интегрировал его в советский футбол. Советская сборная играла в шикарный футбол. У нее были шикарные исполнители, шикарные футболисты, которые, кстати говоря, последствия еще и выигрывали золотые мячи. И, кстати говоря, вот в этом 88-м году, в котором сборная СССР не выиграла чемпионат Европы, но была в финале. Она была очень близка, чтобы выиграть. В 88-м году золотой мяч выиграл советский футболист Виктор Биланов. Представляете? То есть не Марк Ван Бастл, а Виктор Биланов. То есть не человек, который забил в финале чемпионата Европы космический гол, который до сих пор признается лучшим в истории. Нет. За Шиворот, кстати говоря, лучшему вратарю того года, Ренату Досаеву. Нет. А именно Виктор Биланов. А лучший вратарь 88-го года в мировом футболе, в европейском, кто стал? Не голландский вратарь, а Ренат Досаев. Представляете? Вот это вот интересно. Вот это реально очень интересно. Поэтому я еще раз говорю, две сильные сборные. То есть тут даже непонятно, кто сильнее. Два гения. Две великие сборные. И просто, опять же, сборная Голландии была сильнее. Рут Гуглит, Марк Ван Бастл забили в той встрече мячи. Хотя на групповом этапе сборная СССР обыграла Голландию. То есть, по сути, да, как бы, вот, мы вас, считай, уже обыграли, должны были еще раз. Но нет. Ренус Михелс, как Петр Первый, умел анализировать, любил анализировать, признавать ошибки и исправлять их. В итоге выиграл первый для Голландии, для себя, международный турнир. Я бы на его месте, вот, после этого уже бы завершил карьеру. Просто потом бы где-нибудь отдыхал, пенсию проводил бы свою. Потому что я бы понимал, что все, я лучше, я все выиграл, я ушел на пике. Но он ушел в сборную Голландии. И в 1990 году Михелс возглавил сборную Голландии уже в четвертый раз в своей истории. Уже в четвертый раз, да. То есть, четыре раза. Сборная Голландии, которая успешно квалифицировалась на Евро 1992, и Михелс вместе с ней. На этом турнире голландцы вновь показали яркий, атакующий футбол. И были главными фаворитами чемпионата. Потому что прошлый турнир, они-то выиграли. То есть, они были действующие чемпионы. Однако в полуфинале, в серии пенальти, сенсационно уступили сборной Дании. Которая, кстати говоря, впоследствии и выиграла чемпионат Европы по футболу того сезона, того года. Та сборная со Шмейхелем, с максимально каким-то странным футболом, где, я помню, они в финале просто катали вату, давали вратарю, вратарь брал руки, выбивал. Потом опять катали, давали вратарю. Но это вообще, это очень такое. Кстати говоря, вот после этого чемпионата Европы, после этого финала ввели правило, что нельзя в футболе брать мяч в руки от своих. Но это как интересный факт. После этого Михелс принял решение завершить тренерскую карьеру, оставив пост главного тренера своему ученику и ассистенту Дику Адвокату. Кстати говоря, человек, который впоследствии работал в Сините. При этом в тотальный футбол под руководством Михелса сборная Нидерландов играла лишь в 1974 году. На других турнирах возможности применять данную тактику тренер найти не сумел. Это, конечно же, все бред сивы кобылы, потому что есть этому очень много цифр. Подтверждение того, что Аринус Михелс все равно играл в тотальный футбол. Но просто немножко его пытался видозаменять, либо аккуратнее играть. Потому что к этой тактике уже все приловчились. И понятное дело, что использовать ее тем более 12 лет подряд, с 1974 года финала, первого финала как главного тренера, по 1988 год, последний финал его как со сборной Голландии как главный тренер, конечно же, скорее всего, уже приловчились бы соперники. Но все равно элементы тотального футбола у него были. И этому есть яркое подтверждение. Например, Рут Гулит. Рут Гулит, который забил в финале Чемпионата Европы. Что он делал на позиции нападения? Сейчас, по меркам нынешнего футбола, это вообще какой-то, ну, типа, как? Что? Почему? Но нет. Именно тотальный футбол. Рут Гулит оказался в нужном месте в нужное время и забил мяч с головы ворота Рената Досаева в финале Чемпионата Европы футбола. С нападения. Вообще интересный факт, что Рут Гулит играл на всех позициях, кроме вратаря. На всех позициях, кроме вратаря. Это, опять же, тотальный футбол Ренуса Михелса. Кстати говоря, воспитанники Ренуса Михелса. То есть Кроев. Забыл его, блин, имя уже, как его. Кроев, Нескинс. Потом Райкард. Гулит. Куман. Бан Бастон. Дик Адвокат. Блинт. Представьте, просто сколько величайших имен я сейчас назвал. Великих людей. И многие до сих пор тренеры. И тренировали. Вот Райкард, например, с Барса и ЛЧ выигрывал. Куман тренировал Барселону. Дик Адвокат выигрывал. Лигу Европы с Зенитом. Там, этот, Кроев. С Барселоной вообще все выигрывал. С Аяксом тоже практически все выигрывал. Опять же, про... Про наследие. Про влияние. Про систему, которая работала даже в его учениках. И учеников учеников тоже. Опять же, смотрите. Ринус Михелс. Ученик Кроев. Йохан Кроев. Ученик Гвардиола. Гвардиола. Ученик кто? Месси. Хави. Вот сейчас Хави. Посмотрим. Он тренирует Барселону. Как будет. И вот Месси. Сейчас закончит карьеру. Интересно тоже, что будет. Это вот некое наследие. Династия. Прочее. Помимо тех команд, с которыми Михелс добился главных тренерских успехов, он также тренировал американский клуб Ацтек, а также немецкие команды Кёльн и Байер 04. Кстати говоря, тот самый Байер, который сейчас показывает мировой рекорд практически. 38 матчей без поражений во всех турнирах. И мчится к чемпионству. Даже к треблу мчится. Вот так вот. Однако работа с этими командами какими-либо яркими моментами не запомнилась. Наиболее удачной была его карьера с козлами. С Кёльном. С которыми он выиграл кубок ФРГ. Кубок Германии. А также становился визачемпионом Германии. И доходил до полуфинала кубка УЕФА. Представляете, круто, да? Ринус Михелс. Последние годы. Один из самых последних, возможно, пунктов в этом подкасте. После завершения тренерской карьеры, Михелс переключился на административную работу в УЕФА, выступая с лекциями по различным футбольным вопросам и обучая молодых тренеров. В числе которых были и его бывшие футболисты Марко Ван Бастон и Франк Райкард. Опять же, я про это уже сказал. Умер Михелс в бельгийском городе Алст в местной больнице после операции на сердце. Второе по счету. Первое было сделано в 1986 году. За два года до того легендарного чемпионата Европы футбола. К сожалению, как бы это ни было странно или наоборот не странно, но спортивные люди, то есть игроки, тренера, штаб тренерские, которые искренне переживают за успехи команды, и опять же повторюсь, искренне подчеркиваю, то есть не за деньги, не за славу, а именно искренне, они, как правило, очень часто страдают с сердечными заболеваниями, с желудочными, потому что в первую очередь страдают с желудок, сердца, то есть какие-то проблемы со здоровьем, потому что очень много нервничает. И в порыве этих нервов ты не можешь их просто контролировать. И вот, кстати говоря, вот Валерий Васильевич Лобановский, тоже саженство ему небесное, умер прямо на футбольном поле. В 2002 году в матче местного чемпионата Украины между Динамо-Киевом и, по-моему, Металлургом. Прямо на стадионе умер. Вот так вот закрыл глаза и больше не открыл, к сожалению. Хотя пытался, его, по-моему, даже в чувства привели, посадили в машину, но дальше уже, к сожалению, никак. Все. Поэтому тренера, они очень часто с этим страдают, и, к сожалению, эту участь Иринуса Михилса тоже постигнула. Хотя я не могу сказать, что он прожил плохо. Он прожил довольно-таки много. 70, сколько? 77, да? Или сколько? 77 лет человек прожил. То есть застал 21 век, в 2005 году умер. То есть он довольно-таки неплохо прожил, учитывая, какая у него была насыщенная, яркая жизнь, учитывая, какая она у него была нервная. То есть человек прошел войну, человек прошел очень много всего. То есть работал с инвалидами, то есть саморазвивался, ночами не спал, придумывал новую тактику, схему какую-то, да, систему, которая впоследствии принесла успех. Она не всегда давала плоды, она не всегда получалась, но она давала некие вот эти вот, знаете, моменты важные очень, становление его как тренера. И вот, поэтому как-то так вот. Достижения в качестве игрока давайте посмотрим. И у него их всего двое. Дважды чемпион Голландии, 47-го и 57-го годов. При этом в качестве тренера у него действительно очень много трофеев. 12 трофеев в качестве главного тренера. 12. И, кстати говоря, интересный факт, у Чимака трофеев больше. Но при этом, опять же, как я и говорил в середине этого подкаста, что кто-то просто сидит на жопе ровно, ничего не делает, его команда вообще ни в какой футбол не играет, он не хочет переходить в какие-то другие команды, ему просто все нравится. Трофеи капают, деньги капают, я в Питере, мне кайф. А кто-то, кто-то уехал, рисканул, не побоялся, придумал схему свою, систему свою, тактику, интегрировал ее, воспитывал людей, как сказал бы Каще, я воспитывал людей, да. То есть, и это все получилось. И вот эти 12 трофеев, которые он выиграл, я бы по факту сейчас в геометрическую прогрессию перевел бы. То есть, не 12 сделал бы, да, а 48. 48 трофеев. Но 12, так 12. Почти с каждой командой, в которой он тренировал, которую он тренировал, он выиграл с ней трофей. С Аяксом он выиграл все. Чемпионат Голландии, причем чемпионат Голландии он выиграл 4 раза. То есть, 4-х кратный чемпион Голландии в составе Аякса, как главный тренер, 2-х кратный, как игрок. Получается, 6-х кратный чемпион Голландии, как игрок, как тренер. 3-х обладатель Кубка Голландии и, конечно же, обладатель Лиги Чемпионов Уэфа в 71-м году привел Аякс к победе в этом турнире. Кстати говоря, в 67-м году он сделал золотой дубль с Аяксом, а в 71-м он был близок, чтобы сделать золотой дубль, потому что он в 71-м выиграл Кубок Голландии и Лигу Чемпионов. То есть, чемпионат Голландии тоже был близок. То есть, по сути, он мог сделать требл, но, к сожалению, не получилось. С Барселоны он выиграл Чемпионат Испании в 74-м году и Кубок Испании в 78-м году. С Кёльном он выиграл Кубок Германии в 83-м году, при этом доходил еще до полуфинала Кубка Лиги Европы, то есть Кубка Уэфа Лиги Европы. И второе место занимал в Чемпионате Германии. С Кёльном, чуваки, с Кёльном! Представляете, насколько сейчас это редкость. Ну и, конечно же, наверное, одна из самых главных его побед, одна из самых исторических, важных. Это Чемпионат Европы 1988 года. Получается 12 трофеев как главный тренер. У него также было немало личных достижений. Например, рыцарь Ордена Аранье Насау 1974 года, офицер Ордена Аранье Насау 1988 года, тренер столетия в Нидерландах 1999 года, что подтверждало его наличие лучшим тренером как минимум в Нидерландах за последние 100 лет. То есть тренер века. Представляете, как это исторически звучит? Рыцарь Королевской футбольной ассоциации Нидерландов 2002. Награду УЕФА за жизненный вклад в футбол 2002. Лучший тренер за 50 лет профессионального футбола в Нидерландах 2004. Тренер века по версии FIFA. И вот это, кстати говоря, самая главная награда после трофеев. Тренер века по версии FIFA. Это признают самая главная спортивная организация. Лучший тренер в истории футбола. Один из пяти тренеров, которые вошли в 10 лучших по версии France Football, World Soccer и ESPN. Первое место по версии France Football в 2019 году занял посмертно, получается. Второе место по версии World Soccer в 2013 году тоже посмертно. И второе место по версии ESPN в 2013 году тоже посмертно. Мне интересно, кто же занял первые места в этих списках. Наверное, Алекс Фергюсон. Ну, в общем-то, Ринус Миккелс в трех крупнейших изданиях по всему миру. Как минимум в тройке был. В двойке он был по лучшим тренером. То есть я думаю, что его надо было везде на первое место включать. И об этом человеке так мало сейчас говорят. Но это просто жесть. Статистика выступлений, кстати говоря, вот это очень интересно, потому что всего за карьеру... А, подождите, это клубная карьера. Это клубная карьера. Да, клубную карьеру мы не берем. Сорян. Тренерская статистика. О, тренерская статистика. Недавно я видел в паблике ВК такая предыстория к этой статистике. Сейчас поймете, к чему я это скажу. Недавно я видел в паблике ВК пост, где Эринг Тенхак, Алекс Фергюсон, которые... В итоге, короче говоря, Эринг Тенхак обогнал Алекса Фергюсона по статистике процентов побед, показателей процента побед, матчей за команду. Типа стал там лучшим в истории, что-то такое прям видел. И сейчас, знаете, я так ржал, потому что я знал, что это неправда. И вот сейчас я вам это подтверждил. Смотрите, какой прикол. Аякс. Страна Нидерланды. Начало работы 22 января 1965 года. Завершение работы 30 июня 1971 года. 285 матчей, 206 побед, 40 ничьих и всего лишь 39 поражений. Внимание, процент побед. 72 и 28 процента побед. То есть 72,28 процента побед. Ну, округлим. 72 процента побед. То есть это вообще, это каждый, блин, это даже не знаю, это очень часто он побеждал. 285 матчей, 206 побед. Вот так вот, представляете? Какой там нахрен Эрик Тенхак, при всем уважении, кстати говоря, к Алексу Фергюсону, тоже не дотягивает. У Фергюсона, по-моему, 60 процентов. Ринус Михелс, 72 процента побед. И да, сейчас я знаю, налетят болельщики. Мачес Фернайта, там, чемпионата Англии. Алекса Фергюсон скажет, что, мол, где Ринус Михелс? Он тренировал чемпионат Голландии. В тех времен, вообще, что за позор, там, как дворовый футбол. И Алекс Фергюсон, который там, да, там, лучшая лига мира, Мачес Фернайта. Я все это прекрасно понимаю, но статистику-то не обмануть. Статистика у вас на экранах, вот она. Она зафиксирована официально, задокументирована. 72 процента побед. Нет, Ринус Михелс. Один из лучших тренеров в истории футбола. И это точно факт. Ну и последняя, это книги, про которые я вам и говорил, которые я вам советую почитать. Была выпущена в 2001 году. Я ее, кстати, лично прочел. Кстати говоря, если кому-то будет интересно, вы можете написать в комментариях под этим подкастом. Кто-то заслушал до этого момента. Если кто-то реально хочет почитать книжку про Ринуса Михелса, про его вот этого, да, он там рассказывает как раз про свою методу работы и так далее, я ссылку оставляю в комментариях. Либо, знаете, как сделаем? Напишите в комментариях, что вы хотите эту книгу. Обязательно напишите свой телеграм-канал, название. Я вас найду, и я вам отправлю ссылку в телеге, в телеграм-канале на эту книгу. Потому что YouTube блокирует засылки. Давайте сделаем так. То есть просто в телеграме спишемся, кому нужно. Я вам эту ссылку скину. У меня есть... Ребята, вот сейчас просто эксклюзив. У меня есть бесплатная книга Ринуса Михелса на русском языке. Загруженная на диск. Поэтому прямо сейчас, вот реально, прямо сейчас я вам каждому советую, кто слушал до этого момента, каждому советую эту книжку у меня получить. Она бесплатная. На русском языке. То есть он ее писал на своем языке, там, на голландском, на английском. Но она на русском языке. Ее отформатировали под русский язык. Бесплатная. Ее можно купить. Придом при всем, я ее когда искал, я ее нигде не мог найти. И в итоге только вот потом нашел. Поэтому, ребята, не теряйте времени. Не теряйте времени. Просто приобретите. Она тем более бесплатна. Поэтому как-то так, в общем-то. Я на этом заканчиваю этот подкаст. Он шел, в принципе, довольно-таки нормально. 52 минуты он шел. То есть почти целый час мы с вами здесь разговаривали про Ринуса Михелса. Надеюсь, он был интересен. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, обязательно проверяйте активность в социальных сетях. Мне будет очень важно, очень интересно это все посмотреть, почитать. В общем-то, всем огромное спасибо, кто дослушал до этого момента. Великий тренер, великий подкаст. Всем пока.